Итак, приветствую, дамы и господа, с вами Бетарт671, поэт, философ и музыкант. И сегодня будет такое теоретическое видео на тему того, как можно было бы использовать криптовалюты или технологию блокчейн, или даже майнеров и их компьютеры для того, чтобы сохранить свободу слова в 22 веке, в 23 веке и так далее. В общем-то, после моих некоторых размышлений, ну вообще недавно уже, давно такие размышления у меня были, я сравнивал там Европку, Россиюшку, Америку и так далее, пришел к одному выводу, что некоторые вещи, они происходят с определенным шаблоном. То есть, возможно, действия и технологии разные, но шаблон везде примерно один и тот же. В общем, и пришел к такому выводу, что где-то там через век, через два, будет всего лишь, наверное, два мнения. Одно мнение правильное, которое будет идти официально от какой-нибудь партии, будь это демократическая партия, будь это коммунистическая партия, вообще названия здесь не важны. И второе мнение – это твое мнение, твое мнение, которое ты имеешь при себе, то, которое отличается от официально заявленного. Значит, идея моя заключается в том, чтобы создать внутренний интернет внутри интернета, то есть, одна сеть внутри другой. Значит, что я имею в виду? Как все мы знаем, те, кто связывался с криптовалютами, например, для того, чтобы добывать какие-то монеты, например, тот же самый биткоин, эфир и прочее, нужно использовать свои видеокарты, чтобы они обрабатывали информацию. И, значит, все мы знаем о том, что пока майнеры существуют, ну, большая часть, по крайней мере, классических криптовалют, в них совершаются транзакции, потому что вот сами видеокарты, они обрабатывают как раз-таки эти транзакции и позволяют всей сети существовать независимо ни от чего. То есть, независимо там ни от каких государств, ни от каких банков и так далее. Значит, какая у меня идея? Если таким образом можно обрабатывать информацию касаемо транзакций, то почему нельзя обрабатывать информацию касаемо данных, например, на сайте? Что было бы, если, например, можно было бы создавать сайты и вообще различные там сервисы через похожую технологию? То есть, грубо говоря, есть у тебя сайт, который весит, ну, допустим, какой-нибудь небольшой сайтик 100 мегабайт. И для того, чтобы он существовал, для того, чтобы он работал, у майнеров бы, их вычислительные мощности бы работали над тем, чтобы разбрасывать эту информацию по всем компьютерам сети. То есть, например, один сайт в 100 мегабайт можно было бы раскидать, например, по одному килобайту, например, на 100 тысяч компьютеров или там даже в еще более меньших эквивалентах, да? И одновременно создавать резервные копии. То есть, например, есть, грубо говоря, там 10 тысяч или там 100 тысяч компьютеров-майнеров, один сайтик на 100 мегабайт, и вся информация разбросана по этим 10 тысячам компьютеров, и она одновременно копируется. Копируется, я имею в виду, как создаются резервные копии на других компьютерах. То есть, когда человек майнит, например, он обрабатывает всю информацию и проверяет, не нарушилась ли целостность какого-то файла, не было ли какого-нибудь изменения чего-то, проверяет все файлы в сети и восстанавливает исходный файл. Например, если кто-то попытался там каким-то образом, я не знаю, взломать сети или что-то подобное. То есть, таким образом, если бы, например, еще применялось какое-нибудь шифрование, ну, как у некоторых криптовалют, да, было бы, например, сложно отследить, где находится этот самый сайт. То есть, пока он разбросан на 10 тысячах компьютеров, практически ничего нельзя будет сделать, то есть, нельзя будет положить сервер, потому что этих серверов просто огромное количество, то есть, например, 10 тысяч компьютеров. И если ты будешь что-то делать, то это будет только сказываться на каком-то одном из них. Я имею в виду, что-то как-то негативно влияет на сеть. Значит, ну, это опять же все теория, потому что я не являюсь никаким программистом. Это такая теоретическая идея, которую в целом можно было бы, как мне кажется, реализовать. Конечно, тут есть некоторые проблемы. Например, как сделать так, чтобы сеть была очень быстрой, чтобы сайты быстро грузились. Потому что, скорее всего, если мы разобьем один такой сайт на 100 мегабайт, на там 10 тысяч, на 100 тысяч, на миллион кусочков, и если каждый кусочек будет шифроваться, то это будет требовать времени. И для того, чтобы загрузить этот сайт, придется потратить там час-два, а то, может быть, даже дни или недели. Поэтому в этом случае я думаю, что нужно будет как-то облегчать страницы, либо делать их просто на одном тексте, в каком-нибудь HTML-формате, или сохранять их в двухцветных картинках, например, в формате PNG, либо GIF. Потому что, когда ты сохраняешь в двухцветном режиме, то, например, в Photoshop, вес у картинки получается очень маленьким. Конечно, такой способ подойдет только, например, для передачи какого-то текста. То есть, исключительно информационный вариант. Таким же образом можно было бы создать какие-нибудь мессенджеры, какие-нибудь email-сервисы, какие-нибудь развлекательные порталы, типа YouTube, Facebook, ВКонтакте. И теперь, в общем-то, кто бы отдавал свои мощности на поддержание этой сети? Ну, естественно, как вы уже поняли, сами майнеры. И тогда бы приходилось бы к какой-то сети прикреплять еще и криптовалюту. То есть, человек майнит, 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 получает вознаграждение, потом может, например, продать или просто держать для того, чтобы ждать того, пока курс там поднимется или упадет. И, естественно, на этом зарабатывать. Конечно, на данном этапе развития человечество, наверное, не сможет такое реализовать именно потому, что не будет хватать быстродействия. По крайней мере, если создавать свои копии Facebook, ВКонтакте, там, я не знаю, YouTube и прочих сервисов, которые сейчас популярны. Но вот к веку 22, 23 или 24, когда технологии будут на более прогрессивном уровне, когда видеокарты будут мощнее, когда процессоры будут мощнее и жесткие диски будут мощнее, Плюс, если будет свобода слова запрещена, то люди, я думаю, смогут найти способ, как это сделать, как реализовать то, что я сейчас говорю. Так что этот ролик можно расценивать как обращение к людям 22, 23, 24 и прочих веков. Возможно, те люди будущего попали в ту ситуацию, про которую я сейчас вам говорю, или, может быть, даже хуже, возможно, в тысячу раз хуже. Поэтому я надеюсь, что это видео будет полезно как минимум им. Рекомендую сохранить это видео с помощью каких-нибудь файловых менеджеров, то есть, чтобы это видео осталось у вас именно на вашем жестком диске. На этом все. С вами был BitArt671, поэт, философ и музыкант. Спасибо за внимание. Пока.